Хочу вам представить новинку инструменты под названием твистеры. Это вот такие вот крючки. Так вот они выглядят. Тоже подразделяются на левый и правый. Сбоку, сверху. Так вот они выглядят. В чем принципиальное отличие этих инструментов от привычных нам брасовых крючков? Ну, во-первых, давайте сразу посмотрим на угол загиба. Если вы обратите внимание, форма загиба, вот если относительно ручки смотреть, поставим одинаково, то вы увидите принципиальное отличие. Загиб брасового крючка и загиб твистера. То есть у твистера окончание идет параллельно форме ручки. То есть если смотреть вот вид сбоку, то это вот так. У брасового он вывернут вниз. На чем это отражается и как это отражается? Ну, во-первых, если вот так вот поставим, да, посмотрим. Во-первых, у нас здесь более прямой угол, да, у окончания. Вот. И, соответственно, угол загиба более выражен. Сейчас покажу, как это отражается в работе и где это будет эффективно применимо. Значит, очень эффективно будет использовать вот в этих зонах, да, если мы будем организовывать сверление в торцевой части, вот отсюда, и проходить именно вот сюда. Что обычный брасовый за счет формы загиба не всегда позволит нам такой проход. Особенно, если внутри стойки имеется силовой элемент. А так зачастую и бывает. То есть внешний лист находится от силового элемента на расстоянии там буквально не превышающем одного сантиметра. И вот в этом случае вот эти вот тонкие твистеры выручат и очень хорошо проникнут. За счет того, что у них есть собственная гибкость, пруток 5-миллиметровый, достаточно гибкий, но на кручениях очень высокой силой обладают, они позволят нам проникнуть в эту зону. Второе использование – работа из-под резинок. В тех случаях, когда у нас есть уплотнительная резинка, стоящая на 6-миллиметровых клипсах через каждые 10 сантиметров, мы можем, используя твистеры, не сверляя дополнительных отверстий, работать через отверстия, предназначенные под крепление резинки, то есть в дверной панели. Ну и еще один важный аспект – это работа на крыше, особенно на крыше седанов, тогда, когда у нас частичная разборка идет, когда нам нет необходимости снимать целиком потолок, а работать мы будем либо через плафоны, либо через отверстия крепления солнцезащитных козырьков, либо через частично оттопыренный потолок. В этих случаях твистеры более мощные, нас выручат. Ну и, разумеется, подкапотное пространство тоже везде эти крючки сработают. То есть это такой дублер, по сути, брасовых крючков, но с более эффективным заходом. Спасибо.